Героями нашего рассказа являются Том и его маленькая дочь Эни, ей было пять лет, и она уже ходила в школу. Как-то Том стал замечать, что его дочь куда-то вечером стала пропадать. Как правило, это случалось между семью и восемь часами вечера, хотя в это время она обычно играла в саду. Отец забеспокоился и решил узнать у дочери, что же происходит, но на его вопросы Эни отвечала молчанием. Лишь однажды она сказала, что так нужно, девочка продолжала уходить каждый вечер. Поэтому тому ничего не оставалось, как самому выяснить правду, в один из таких дней Том пошел в комнату дочери. Войдя в ее комнату, он заметил на полу клочок бумаги. Оказалось, что это была записка, в которой говорилось о том, чтобы девочка пришла вечером в дом, который был за их двором. Также в записке указывалось время, 19.30, у Тома по телу пробежали мурашки. Если он раньше думал, что девочка убегает, чтобы где-то поиграть в саду, то теперь он не шутку испугался за дочь. Нужно было немедленно выяснить, кто и почему прислал эту странную записку Эни. Том понимал, что дочь ничего ему не расскажет, поэтому решил проследить за ней. На следующий день Том был на готове, но пропустил момент, когда девочка снова убежала из дома. Тому только удалось заметить, как девочка скрылась за деревьями в саду. Зная, какой ему нужен дом, тому не стоило труда найти Эни. Участок, на котором был расположен дом Тома, был большой, 6 гектаров, его семья владела им уже более 100 лет. Дом, который был указан в записке, был хорошо знаком тому, раньше там жили его бабушка и дедушка. Но уже более 40 дом пустовал, приближаясь к дому, мужчина ощутил непонятный страх. Том заметил на балконе дома чью-то фигуру, он решил пождать возвращения своей дочери, спрятавшись за дерево. Ждал он недолго, спустя несколько минут из-за кустов появилась Эни. Она постучала в дверь, и дверь таинственно открылась. Так как у Тома были ключи от дома, он поспешил к задней двери дома, войдя в дом, он услышал голос своей дочери. Она разговаривала с какой-то женщиной, Том осторожно подошел к комнате, из которой доносились голоса. Он хотел было заглянуть в комнату, но неожиданно дверь комнаты открылась, и из нее вышла Эни. К счастью, она не заметила отца, дочь пошла в сторону их дома. Немного подождав, Том вошел в комнату, в которой находилась таинственная незнакомка, он увидел пожилую женщину. Испугавшись, она попыталась скрыться, но Тому удалось задержать ее. Вот, что он от нее узнал, женщина была одинока и проживала в доме для престарелых. У нее не было ни друзей, ни родственников, так как они все уже умерли. Женщина очень тяжело переносила свое одиночество, и однажды решила сбежать из дома престарелых в тайне от всех. Она стала бездомной и жила на улице вместе с собаками недалеко от школы, где училась Эни. Женщина, несмотря на то, что, что еды едва хватало для нее самой, заботилась о собаках и подкармливала их. Так продолжалось до тех пор, пока она не познакомилась с Эни. У девочки, несмотря на то, что она была еще достаточно маленькой, было доброе сердце, она решила помочь бедной женщине. Эни рассказала ей, что на их участке стоит пустой дом, женщина может жить там в полной безопасности. Эни побещала ей, что все сделает так, что об этом никто не узнает, это будет их тайной. Женщина перебралась вместе с собаками в старый дом и прожила там около месяца, девочка часто посещала старую женщину. В последнюю неделю женщина осталась практически без еды, и Эни снова пришла на помощь бедной женщине. Она стала приносить ей и ее собакам еду из своего дома, Том был очень растроган рассказом пожилой женщины. Когда он вернулся домой, то увидел Эни, сидящую на стуле во дворе. Он обнял ее, тихонько всплакнул от счастья, и сказал, что знает ее тайну и что он гордится своей маленькой Эни. Том вместе с женой решили помочь бедной женщине и ее собакам, женщина могла бесплатно жить в их старом доме. Кроме этого, она получала достаточной еды и для себя, и для собак. Более того, со временем на пожертвования небезразличных людей, семья Тома обустроила этот дом как приют для бездомных собак. И все это благодаря маленькой Эни, доброй и отзывчивой девочке. Наверное, пожилая дама вряд ли когда-либо думала, что ее жизнь может закончиться на улице, а ее семьей станут несколько бездомных собак. Однако невозможно предвидеть все повороты судьбы, но мир не без добрых людей. Недаром говорят, что добро порождает добро.